Сергей, ну давайте начнем со штурма Рафеха. Мы, с одной стороны, видим такую лубочную картину, что вот наша армия заходит в Рафех, всех побеждает, достает Синвара, всех заложников, война заканчивается нашей решительной победой. Но, с другой стороны, есть очень большие сомнения, что штурм Рафеха не закончится так же, как закончился штурм Хан Юнеса, или Шифы, или других мест в секторе ГАЗа. Мы пришли, зачистили и ушли, и фактически мы добились только ликвидации там энного количества боевиков и энного количества складов вооружений и всей остальной инфраструктуры Хамаса. Но потом, в конечном итоге, у них полно мест в секторе ГАЗа, чтобы туда переместиться и переждать в безопасности израильский штурм Рафеха. Что вы думаете по поводу штурма Рафеха? И вообще, будет ли он, на ваш взгляд? Ну, наша руководство утверждает, что будет. Я знаю, что к этому то, что мне известно, да? Я задаю не политический вопрос, я спрашиваю о военной целесообразности штурма Рафеха. Действительно ли штурм Рафеха приведет к победе Израиля над Хамасом? Нет. Сам по себе штурм Рафеха не приведет к победе Израиля над Хамасом. Победе Израиля над Хамасом приведет к тотальной оккупации сектора ГАЗа, уничтожение всех его боевиков, функционеров, активистов, естественно, руководства, желательно публичная казнь руководства, полная оккупация, демонтаж всей структуры Хамаса, инфраструктуры физической. Это должно продолжаться много лет, и тут не так давно был репортаж на одном из каналов, на втором, где был корреспондент канала «Внутри газы» с командиром дивизии, которая там работает одна, которая осталась в центре, да, и довольно длинный репортаж, и там командир дивизии представил трех командиров бригад, которые как раз так подъехали на джипах, где они свободно по газе передвижаются, на открытых камерах, и когда там шли разговоры, как и что еще будут делать, естественно, командир дивизии отвечал обтекаемыми формулировками, кроме того, что мы как бы закончим работу и уничтожим информацию, и я как бы услышал, это даже и ответили, стоявший там сзади сбоку один из командиров бригад, не помню его фамилию, сказал, что еще полтора-два года работы интенсивной нам предстоит, не было в субтитрах, вот речь, естественно, идет об этом, то есть когда речь идет об операции в Рафьехе, где действительно практически находятся как минимум четыре батальона Хамаса, совершенно нетронутых, ну, за исключением нескольких там среднего звена командиров погибших от ударов с воздуха, и плюс еще остатки многих батальонов центра и севера Хамаса, да, которые стеклись туда, и я думаю, уже прошли какое-то переформирование и соединены в какие-то боевые группы, даже если не целиком батальон. Но мало этого, и то, что я ожидаю, и то, что очевидно, в том числе и готовится, просто это совершенно не публично, это одновременно с Рафьехом, о котором все говорят, будет заново заход еще двух дивизий в центральные и северные районы сектора газа, да, потому что ведь часть, когда будет заход в Рафьех, автоматически пройдет выдавливание части боевиков под прикрытием ухода мирного населения или через оставшиеся цуннели, например, в центральную часть сектора, то есть это будет иметь серьезный эффект, если это давление должно быть постоянным и сопроштаться заходом больших сил, и тут действительно то, что мешает как бы вот этому финальному аккорду и понятию того, что будет в конце концов, это отсутствие политического решения. У нас, как вы знаете, есть коалиционное правительство, в котором есть Айзенкот, который, по-моему, вообще готов на прекращение войны сейчас, ГАНС, который готов на длительное временное перемирие, но с продолжением войны потом, и оба они выступают, как мы знаем, за то, чтобы пришла палестинская автономия туда руководить газой. С другой стороны, есть у нас Бен Гвир, который вообще, дай ему волю бы, выселил бы всех этих палестинцев в Дагестан две недели. Вот, и есть Смотрич, который не такой жесткий, но, тем не менее, то, что он требует, это возвращение военно-гражданской администрации и тотальной реоккупации газа, восстановления еврейских поселений. Посредине есть Ликуд и Бениамин Натаньяу, там, кстати, тоже разные мнения, да, послушайте, что говорит там министр Шикли, или министр Зор, или министр Диктер, у них совершенно разные мнения, и над всем этим премьер-министр Натаньяу, у которого, конечно, порыв души все это отложить на потом, все эти сложные решения, которые не можно принять, потому что вот все эти точки зрения, которые я сейчас перечислил, я не понимаю, как из них можно вывести какое-то среднее арифметическое, то есть какую-то конкретную когерентную политику для правительства. Не раз я повторял, что есть, как кто это говорил, Наполеон, по-моему, да, война слишком важное дело, чтобы оставить его на откуп генералу. Должно принять политическое решение это правительство. Не исключено, что какое-то решение будет принято в момент политических изменений в этой коалиции. Ну вот, скажем, например, если партия Ганса Айзенкота выйдет, Айзенкот тот же уже давно вышел, но главный начальник его Ганс, обратите внимание, уходить не хочет, да, потому что понимается, что большая часть его популярности в вопросах держится именно на том, что он подставил плечо в этой войне против Хамаса, самой справедливой войне Израиля за всю его историю. И поэтому он как бы тоже задерживает это решение, и во многом это мешает принять и политическое решение, поскольку еще раз невозможно его принять в данном, по-моему, составе правительства. Вы сказали важную вещь, что реоккупация газа – это другого способа достичь этих целей ликвидации власти Хамаса. Нет, я абсолютно согласен, просто на сто процентов. И у нас есть такой первый прецедент. Новый секретарь премьер-министра Роман Гоффман, недавно назначенный, представил соответствующий отчет. Военный секретарь, да. Представил соответствующий рапорт, значит, военному кабинету, в котором говорится, что цели операции невозможно достичь без полной реоккупации газа. И тут началось, и Ганс, и Айзенкот, и Эрци Олеви, и все-все-все начали страшно возмущаться, говорить, да как вообще такое придет в голову, да мы не можем. Это противоречит всем нашим концепциям и так далее. Но Роман Гоффман – это, в общем-то, военный, который воевал в Газе сейчас, который был ранен, который знает ситуацию на местах. И я думаю, что многие, многие израильские военные сегодня разделяют эту точку зрения. Но в генеральном штабе остается вот эта вот концепция, что мы ни в коем случае ужас-ужас не должны оставаться в Газе. Это, я правильно так представляю себе, что это такая тенденция, такие вот разногласия, такая разница между теми, кто реально воюет в Газе и оценивать ситуацию и нашим генеральным штабам, глубоко уважаемым. Может быть, это, надо сказать, что это же было много лет, была главенствующая как бы линия в генеральном штабе, который, в общем, еще в основном и 20 лет назад, собственно, поддержал это решение так называемого одностороннего размежевания в секторе Газа. Почти все, да? Если вы помните, единственным человеком, который выступил публично против, был тогдашний начальник генштаба Буги Элло, который из-за этого и не получил обычного продления на год своей каденции, испортив свои отношения с Риэлем Шароном. И потом он здесь намного критиковал и уже правительство более позднее на Тиньяу, после того, как сам ушел оттуда с поста, министр, который занимал 6 лет, именно за то, что проблема Газа представляет собой такой нары. И я все-таки понимаю, что мы находимся в демократическом государстве, где, в конце концов, как и в любом норме, даже не в демократическом государстве, решение должно принимать политическое руководство. А армия и генеральный штаб должны его выполнять. Но в том-то и дело, что я сейчас при всем уважении к бесконечным этим самым постам смотрящих в Фейсбуке или даже тому документу, который новоиспеченный генерал-майор Роман Гоффман, кстати, первый представитель нынешней Алии, который стал генералом израильской армии, при всем уважении, все-таки решение об этом должно принимать официально премьер-министр правительства. И вот если оно заявит такое решение, его официально примет армия, генштаб, служба безопасности, все должны его выполнять. Если кому, кстати, не нравится, и он против радикально, может, естественно, уйти в отставку. Это у нас совершенно не запрещено. И еще раз, это политическое решение, поэтому я не очень хочу захотеть, потому что я знаю, что, в принципе, в любом случае, генштаб сейчас готовит еще две дивизии, и которые будут одновременно работать на севере и в центре сектора газа. Это само по себе как бы не требует, да, вот этого политического решения, а полной реоккупации сектора газа политической, потому что это всего лишь военные действия, которые будут означать всего лишь еще один массированный заход крупных сил, нескольких бригад с севера на центр, чтобы не дать как бы части силу Хамаса и джихада уйти с юга в центр и на север, да, и продолжать эту игру играть. Но окончание вот этой победоносной войны, то, которое сейчас нам в последние недели, кажется, отдалилось от нас, оно еще раз зависит от политического решения. И тут во многом, это не я, у нас премьер-министр, опять же, можно его сколько угодно критиковать, но он специально держит эти карты, то, что называется, поближе к груди, вы, может быть, выбирая какой-то момент, когда это решение принять, потому что, еще раз, такого это решение в ту или в другую сторону будет означать потрясение правительства, изменение политической карты. Не исключено, например, извините, что я там в любительскую подлитологию ударяется, что если на фоне того, что будет отвергнута сделка и принято решение о расширении операции захода в Рафиев и так далее, скажем, партия Ганса уйдет, и тогда вдруг вернется тот же самый Гидеон Саар, если ему обещают место в кабинете, в военном кабинете, да? Он, как вы видите, все время критикует правительство именно за то, что оно не принимает решения о реаккупации сектора газа и дохода. Да, но это уже реально политика, но если действительно мы сейчас готовим две дивизии, чтобы заходить одновременно во все части газа и брать какие-то большие районы газа под контроль, то у вас есть какие-то объяснения, а почему мы три месяца назад оттуда вдруг внезапно вывели все войска? Это была целая комбинация факторов. В первую очередь, международных и политических. Во-первых, не забывайте, все это происходило на фоне просто нескольких волн переговоров через посредников. Тогда сначала с Катаром, теперь через Египет с Хамасом. Потому что по-прежнему очень существует линия попытки попытаться освободить и спасти хотя бы часть похищенных наших людей. Это, естественно, очень важно. Никто этого не отменял. Мы видим, сколько вокруг этого страсти. И, как говорится, мне легко говорить, поскольку я не нахожусь в правительстве, не принимающих решения. Как я уже говорил, не завидую этим людям по поводу этого. Во-первых, и все это происходило одновременно на фоне очень сложных международных событий, переговоров с американцами, с европейцами, которые все время давят на нас. То есть есть такое понятие, называется стратегическое терпение. Могу привести пример. Сравнительно недавний. Это все происходило у меня на глазах, и я в этом участвовал. 2001-2002 год. Вторая интифада. Все более нарастающая и нарастающая. Да, даже после победы Шарона на выборах количество терактов в Израиле, взрывающиеся автобусы, рестораны, перестрелки. И, тем не менее, Шарон не принимает решения о заходе массированного израильской армии в палестинские города, в палестинской автономии. Хотя этот план уже был давно подготовлен в начале 2001 года. Как потом он объяснял, он ждал, проявлял это так называемое стратегическое терпение, чтобы выстроить какую-то поддержку, обеспечить нам тылы в разных странах. Ну, в первую очередь, здесь в Америке. Договориться с Бушем. В том числе и ждал, как бы, достаточно, в том числе провокации со свойственной Шарону, да, хладнокровием, и даже некоторой, как это сказать, такой бесчеловечным хладнокровием, да. Ожидал чего-нибудь такого, вроде гостиницы парк, да. Ну, и до этого происходили тяжелейшие теракты. Вместе параллельно с тем, чтобы пытаться убедить американцев, да, не наезжать на Израиль. И, как помните, все равно это была очень тяжелая ситуация. Вот через несколько недель после начала операции «Защитная стена» Израиль начал подбираться тяжелейшей критике в ООН, среди стран Европы, стран третьего мира. Были огромные демонстрации, нападения на школы, синагоги, и даже тяжелая критика со стороны, я помню, Кандализы Райс, американского госдепартамента, что вызвало очень резкую отповедь от Шарона. Американцы даже на него слегка обиделись. То есть это очень непростая ситуация, это все вызывалось тем, я так понимаю, что наши правительства и Генштаб решили, что это сама по себе еще раз не проблема, в связи с тем, что чисто вот с военной точки зрения уже давно понятно, еще с конца зимы, с декабря прошлого года, выбрана тактика еще раз истощения, которая с точки зрения военной израильской руководству и Генштаб считают выгодной для себя, за счет того, что израильская армия, естественно, во много раз сильнее, чем Хамас. Насколько эта тактика себя оправдала? Это мы увидим, естественно, в конце, вот через полтора-два года, а именно где-то в 26-м году, когда мы будем считать тех самых цыплят, которых считают по осени, или там деньги на лестнице, мы тогда сможем подвести итоги и увидеть, насколько эта тактика по себе оправдала. Например, тактика истощения намеренного, которую задействовали американцы и британцы в своей войне авиационной против Германии, себя, в конце концов, оправдала, как выяснилось, потому что выяснилось, что, например, в одном амиреуме там 60% 60% немецких замечательных истребителей «Фокке-Вульф-190» и «Миссерфмейс-109Ф» были заняты попытками сбивать американские и британские вот эти армады в тысячи бомбардировщиков, вместо того, чтобы помогать вермахту на фронте, как на восточном, так и на западном. И все это было совершенно бесполезно, потому что обратить на каждый сбитый бомбардировщик, летающую крепость, или Ланкастер, американцы с англичанами делали 4 новых. Вот такая вот тактика истощения, она всегда себя проявляет, в конце концов, через некоторое время. За месяц и за несколько недель она себя не проявит и не даст результат. Естественно, то и слово «истощение». Истощение занимает время. И у этой тактики есть, естественно, свои большие недостатки. Это наши люди, которые не могут вернуться в свои, в том числе, в первую очередь, на севере. Свои населенные пункты – это продолжающиеся изредка обстрелы там с Дерота или Ашкелона. И от ближайших кибуцев – это, естественно, продолжающаяся все время против Израиля кампания на политическом фронте. Все эти демонстрации, юридическая кампания против Израиля. С этой точки зрения, наверное, было бы гораздо лучше закончить быстрее. Но это тогда сразу будет означать многие сотни погибших израильских солдат в очень короткое время. Вот правительство и Генштаб выбрали пока такую тактику. Сергей, спасибо вам большое, что нашли время. Для нас всегда рады видеть и слышать вас. Сергей Мигдаль был на прямой связи с нашей студией. Субтитры сделал DimaTorzok